дорогие мои друзья всем привет поставьте пожалуйста пятерочки если вы меня видите и слышите хорошо давайте проверим нашу связь как меня видно как меня слышно вижу замечательно замечательно рада видеть знакомые лица алла здравствуйте мне прям так нравится алла ходит на все эфиры алла я вас всегда замечаю здравствуйте здравствуйте лена но как же я без вас все уже навеки вечные как приятно когда вы просто своя армия фанатов потрясающе рада слышать ваш бодрый голос что у вас все хорошо алла это одна из моих учениц вот как вот алла везде все о вас теперь узнали все о вас теперь узнали так ну что друзья мои сегодня у нас с вами очень интересная тема потому что это этот вопрос постоянно всплывает когда я общаюсь с учениками с новичками которые планируют выходить на удаленку которые планируют выходить на фриланс конечно же эта тема которая будоражит всех и каждого кто вообще хочет начать зарабатывать какие-то деньги удаленно это вот это мнимая сложность в нахождении клиентов да то есть вот найти клиента особенно когда недостаточно или немного опыта кажется какой-то невероятно сложной задачей и мне прям очень хочется знаете провести такую серию эфиров чтобы разобраться с каждым пунктом с каждым шагом в поиске клиентов на самом деле шагов до реального заказа их несколько для того чтобы найти заказ вы должны пройти определенный путь до определенную воронку найма скажем так то есть сначала вы должны как-то правильно адекватно ответить на вакансию это первая задача потом вы как-то должны правильно адекватно вести переписку либо выполнять тестовые задания которые вам дает потенциальный работодатель это второй пункт потом вы как-то должны пройти собеседование если вас на него пригласили и вы там должны как-то правильно это собеседование вести чтобы показать себя как хорошего специалиста при том быть хорошим специалистом можно даже без опыта на самом деле огромное количество работодателей которые не готовы платить знаете какие-то баснословные деньги они хотят найти специалиста за какие-нибудь адекватные деньги да не за там 60 70 тысяч что-нибудь поскромнее и они на самом деле смотрят не столько на то какой у вас опыт а больше на то насколько вы готовы выполнять задачи насколько вы заинтересованы в этом заказе то есть если они видят что вы такой активный человек который с удовольствием будет брать задачи и готов до работать с этим проектом то вас совершенно спокойно могут выбрать на этот заказ то есть вот это вот мнение что нужен какой-то потрясающий колоссальный опыт она ну скажем так не совсем корректно вот ну и собственно да вот эти все шаги а это разные шаги и надо уметь себя вести на каждом из этих шагов правильно сегодня я не буду охватывать сразу весь этот пол шагов сегодня мы с вами поговорим на тему того вообще что делать с вакансиями на headhunter вы знаете что фрилансеры могут искать заказы на совершенно разных площадках до headhunter это одна из площадок поиска клиентов и надо понимать что здесь вы можете находить как удаленный найм то есть прям устраиваться удаленно работать либо в рекламное агентство либо каким-то клиентом я вчера например когда готовилась к этому эфиру я нашла достаточно вакансий это не агентство это просто компании которые ищут к себе директолога и вот когда вы попадаете на этот сайт очень важно чтобы вы понимали когда вы читаете эти вакансии насколько это адекватные вакансии да то есть я хочу чтобы мы сегодня с вами разобрали требования которые выставляют работодатели к соискателям уровень заработных плат исходя из своих требований да чтобы мы с вами разобрали вот именно эту часть то есть что действительно должен делать эксперт по рекламе что он не должен делать где требования неадекватные какой уровень за зарплат адекватен для новичков для более опытных специалистов да вот мы сегодня с вами разберемся в этой истории следующий уже шаг это когда вы отвечаете на вакансию вас например могут отправить куда-нибудь предположим выполнять тестовые задания заполнять анкеты проходить собеседование это уже дальше следующий этап воронки мы сегодня его с вами не будем разбирать я скорее всего сделаю какие-то отдельные эфиры на эти темы сегодня мы с вами рассмотрим вот именно такой знаете старт я хочу чтобы мы с вами сегодня посмотрели на вакансии вместе да и оценили их на адекватность скажем так чтобы вы дальше когда вы самостоятельно уже будете этим заниматься вы четко понимали где требования нормальные а где требования ну так себе значит смотрите очень многие из вас кто начинают искать клиента кто начинает поиск клиента я очень часто слышу такую историю елена я вот читаю вакансии я там часто вижу что требуется что-то такое чего я не знаю и я на такие вакансии не отвечаю кто из вас идет по такому пути поставьте пожалуйста десяточки в чате вот кто из вас примерно такой же если вы в вакансии видите что-то чего вы не понимаете вы на эту вакансию просто не отвечаете вот кто из вас подвержен такому поставьте десяточки вижу да что есть у нас такие я вам чуть попозже расскажу что делать когда вы в вакансии видите что то что то такое чего вы не знаете я вам чуть попозже расскажу что с этим делать я вижу много таких а я вяжу много таких сейчас мы с вами разберемся да что как на это реагировали и что вы должны знать, а чего вы знать не должны. Перед этим эфиром я еще получила такой интересный комментарий у себя в канале. Значит, девушка, видимо, ученица моя, пишет, да, действительно, сейчас такое время, когда хотят, чтобы мы и Яндекс настраивали, и ВК настраивали, и СММ занимались, и СЕО. Кто из вас сталкивался с тем, что в вакансии написано там все на свете, и чертов лысого, вы там все должны уметь, да, и петь, и танцевать, и на дуде играть? Вот кто из вас видел такие вакансии? Значит, смотрите, открою вам великую тайну, мы с этой тайной с вами начнем. Я сама выступаю как работодатель. Я сама очень часто пишу вакансии, постоянно, да, такой-то, я сама часто пишу вакансии. Так вот, когда работодатель пишет вакансию, он описывает, знаете, такого идеального сферического коня в вакууме, то есть какого-то такого идеального исполнителя было бы неплохо, чтобы он умел и петь, и танцевать, и еще и на дуде играть. Вот примерно вот из этой логики. То есть, конечно же, когда описывается вакансия, пишется максимальное количество навыков, которые неплохо было бы, чтобы знал соискатель. Но вы должны четко понимать и прям уясните, пожалуйста, это себе, что часто, я бы даже сказала, в 90, ну, в 100% случаев, таких людей не существует. И работодатели прекрасно это понимают, чтобы вы понимали. Они прекрасно это понимают, что таких людей нет. И когда вы видите какие-то, знаете, сложно сделанные вакансии, что надо и то, и то, и то, и то, и то знать, и при этом, знаете, еще зарплата стоит типа 50 тысяч рублей, вы должны четко понимать, что когда этот работодатель будет получать ответы на свои вакансии, примерно 100% ответов никто из соискателей не будет на 100% подпадать под все его требования. Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. То есть вы почему-то считаете, что если в вакансии написано, что он должен знать и то, и то, и то, и то, и то, то все, кто будут ему отвечать, они будут вот подпадать под все эти требования. Ребят, ну, в каком вы мире живете? У нас реальный мир. И все ответы, которые будет получать этот работодатель, я это вам говорю не потому, что я, знаете, я это придумала. Я сама сижу на HeadHunter как работодатель, и я сама получаю эти ответы. Очень маленькая доля соискателей вообще хоть как-то подпадает под требования, которые я озвучиваю. И это не только со мной такая история, вы понимаете, что это происходит со всеми работодателями. Поэтому, если вы видите, что в вакансии есть какие-то требования, под которые вы не подпадаете, это не значит, что вы не имеете права на эту вакансию отвечать. Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. И вы должны четко уяснить для себя, что вы не единственный такой будете. Примерно 99.9% ответов на эти вакансии будут примерно такие же. То есть, мало кто будет обладать, знаете, стопроцентным попаданием. И там же работодатель просто будет выбирать, кто из соискателей, который откликнулся на вакансию, максимально подходит под то, что он видит в виде идеального своего человека в команде. Но когда вы не отвечаете на такие вакансии, вы сами себе обрубаете все дальнейшие возможности. То есть, так у вас хоть возможность 50 на 50, а так вы сами себе обрубили все, даже не отвечая на эти вакансии. Понимаете, да? Поэтому, пожалуйста, зачем тогда это писать? Знаете как? Есть такой принцип переговоров. Проси больше, получишь то, что надо. То есть, когда вы хотите, например, себе зарплату 80 тысяч, вы на переговорах должны говорить, я хочу зарплату 130. А вы хотите 80. Вы говорите, я хочу 130. И тогда ваш оппонент, он говорит, вы знаете, что-то 130 маловато. Вы сможете немножко подвинуться? Давайте там хотя бы на 20 подвинетесь. И вы так говорите, ну да, хорошо, давайте. 110, и я готов работать с вашим проектом. И вы себе получили то, что вы хотите. И ваш оппонент тоже доволен, потому что он якобы выторговал скидку. Понимаете? И здесь ровно тот же принцип. Когда вы пишете максимально, вы пытаетесь найти человека, который хоть под 80% вот этого всего подходит. Если вы напишете минимальные требования, вы найдете, я не знаю, какого-нибудь человека вообще без образования, понимаете, здесь ровно тот же принцип. Пиши больше, получишь то, что надо. Вот вы такие, знаете, вы у меня такие, я вот три года уже работаю в обучении, три года работаю с учениками, и я каждый раз, знаете, думаю, боже, какие вы у меня все наивные, в хорошем плане, в хорошем смысле этого слова. То есть вот вы если видите, что написано что-то, и вы верите так, что вот именно это ему и надо, если я не подхожу на 100% под это описание, то я не подхожу никак. Ребят, бизнес работает не так вообще, найм сотрудников работает вообще не так от слова совсем. Я сейчас не говорю про каких-то топов с зарплатами, миллионы, мы сейчас не про это говорим, мы сейчас с вами говорим про стандартные вакансии, уровень зарплат там 70-100 тысяч, это стандартные вакансии, и не надо думать, что если вы там не знаете как собрать трактор, да, это написано в вакансии, то вас как бы не возьмут. Нет, ваша задача, когда вы ищете себе клиента, ваша задача отвечать на все вакансии, которые вы видите. Не надо принимать решение за работодателя, перестаньте принимать решение, что вы не подходите. Это задача работодателя, принять это решение, когда он выберет все анкеты, посмотрит на ваши навыки, и дальше он уже будет выбирать, какой соискатель максимально подходит под его портрет идеального соискателя. Это не вам решать, перестаньте решать за него. Ваша задача презентовать себя с максимально выгодной стороны. Понимаем, да? Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. У вас нет задачи решать за работодателя, подходите вы ему или нет. У вас есть задача презентовать себя с максимально выгодной стороны. Все. Это совершенно кардинально две разные задачи. Но вы почему-то все, большинство из вас, подавляющее большинство, вы сами за работодателя решаете, подходите вы ему или нет. Понимаем, да? Итак, теперь давайте посмотрим на вообще в целом, что за вакансии сейчас есть в нашем направлении на Headhunter. Вы видите, что я выбрала фильтр контекстная реклама. То есть я ищу все вакансии, где ищут людей с этим навыком, да, контекстная реклама. Значит, смотрите, когда мы вбиваем запрос контекстная реклама, очень часто, ну не то, что очень часто, но вы можете видеть, что в заголовке может быть интернет-маркетолог. Вот смотрите, вот маркетологи, это ребята немножко, это другое направление. Одно из их направлений, это да, знание контекстной рекламы. Но если вы откроете вакансию именно маркетолога, вот там вы увидите, что требуются и какие-то странные вещи, которые эксперт по контекстной рекламе в принципе знать не должен. Не может он их знать, потому что маркетолог это немножко другое направление. Поэтому вот всякие вакансии по интернет-маркетологам, особенно если вы новичок, вам вообще нет смысла рассматривать. Пожалуйста, смотрите на вакансии, где написано именно специалист по контекстной рекламе, директолог, контекстолог и вот это вот все. Давайте с вами прям начнем, начнем смотреть на эти вакансии. Я вчера там парочку скриншотов уже сделала. Значит, смотрите, от 30 тысяч на руки, при том, значит, что тут у нас, требуемый опыт работы 3-6 лет. Сразу хочу вам сказать, что, сейчас мы с вами прочитаем, на что я обращаю внимание. Вот смотрите, здесь написано 30 тысяч рублей, при том, опыт 3-6 лет. То есть это довольно опытный специалист, у кого опыт работы в рекламе 3-6 лет. Смотрим на требования. Смотрим на требования. Привлечение целевого трафика на вебинары, видеокурсы, детальная настройка рекламы, запуск рекламы, ежедневный мониторинг, своевременная корректировка, глубокая аналитика рекламных кампаний, ведение отчетности, анализ СА, конкурентов, разработка мини-стратегии, медиапланирование, создание креативов, работа с базами аудиториями, постоянное тестирование гипотез. Это стандартные требования к специалисту по рекламе. Каждый из этих пунктов изучается у меня на курсе, например. Каждый из этих пунктов вы способны сделать, если вы прошли у меня обучение. То есть это стандартные требования к специалисту по рекламе. Теперь смотрите, смотрим дальше. Опыт работы директологом от трех лет, хорошее знание аналитики, Яндекс.Метрики, Гугл.Аналитики, умение анализировать, интерпретировать данные, опыт в медиапланировании, понимание юзабилити, конверсии, воронок, продаж. У меня прям даже отдельные уроки есть на эту тему. Желательный практический опыт рекламы в инфобизнесе, опыт реализации рекламных бюджетов от полумиллиона, ответственность, внимательность к деталям. Смотрите, если вы прочитали этот текст вакансии, и вы, например, понимаете, что нет у меня опыта в реализации полмиллиона бюджетов, а все остальное вы плюс-минус понимаете, является ли это поводом не отвечать на эту вакансию? Вопрос вам на засыпочку, напишите, пожалуйста, в чате. Вот если вы прочитали вакансию и увидели, что вот пункт, вот нет у меня реализации, не было у меня такого опыта, будете вы отвечать на эту вакансию или нет? Напишите в чате. Является ли это поводом не отвечать на эту вакансию? Опыт от трех лет, я на такие отвечаю, это не повод, нет, не является. Конечно. И то, что вот это вот опыт 3-6 лет, опыт от трех лет и прочее. Ребят, любой работодатель, он будет оценивать вашу адекватность при общении с ним. То есть, например, вот смотрите, это вообще вакансия от конечного клиента, это не агентство, то есть мы с вами понимаем по описанию, что это онлайн-школа. Это онлайн-школа. У меня, конечно, вот вопросик, да, вот что здесь написано, полная занятость. Возможно, работодатель просто неправильно проставил галочки, когда заполнял вакансию, потому что 30 тысяч рублей за полную занятость – это мизер. Притом у специалиста с опытом 3-6 лет. Это неадекватное требование. То есть вы можете взять этот проект, но это будет один из проектов. То есть это один из ваших проектов, и вы с этого проекта будете брать, например, 30 тысяч рублей. Но на полную занятость идти туда за 30 тысяч рублей, если у вас опыт 3-6 лет, ну, никто не пойдет. Вы должны четко понимать, еще вам открою секрет следующий, да. Вы новички. У меня тут есть ребята более опытные, да, Алла, например, у меня подольше работает с рекламой. Есть тут у меня кто-то на Zoom, кто новичок совсем. Так вот, вы должны понять, мои дорогие, любимые новички, что вы не можете конкурировать, вы не конкурируете со специалистами с опытом 2-3-4-5 и так далее лет. Вы вообще в разных весовых категориях. Вы специалист с опытом от двух лет, он просто не будет вообще брать клиента за небольшие деньги. Он не будет брать клиента, которого вы с удовольствием возьмете. То есть специалист с опытом, он вообще на другие вакансии уже претендует, понимаете. Специалист с опытом, он уже будет претендовать на вакансии, где написано 70, 80, 100, 150 тысяч. Специалист с опытом не будет даже, в принципе, открывать вакансии, где написано 20, 30, 40 тысяч. Понимаете, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. То есть вы вообще не конкурируете друг с другом. Это как, знаете, боксеры в разных весовых категориях. Я вот, например, я на такие вакансии даже не посмотрю. Алла тоже вряд ли пойдет куда-то на полный день за 30 тысяч. То есть это совершенно разные вообще весовые категории. Вы не конкурируете со специалистами с опытом 2-3-4 и так далее лет. Нет, вы конкурируете со специалистами с небольшим опытом. Поэтому не надо думать, что эти вакансии у нас заберут специалисты с опытом 3-5-10 лет. Да нет, конечно. Ни один опытный специалист не пойдет на такие условия. Потому что опытные специалисты, как бы, они работают за другие деньги. Понимаем, да? Вот, поэтому здесь, скорее всего, это проектная работа. То есть вы берете этот проект не на полную занятость, а вы берете это как один из проектов. Один из проектов за 30 тысяч, ну окей, можно взять. Окей, можно взять. И теперь смотрите. Когда вы отвечаете на эту вакансию, во-первых, вы на нее должны ответить. Когда вы отвечаете на все вакансии, даже если вы не подходите под все пункты, вы таким образом расширяете свою воронку входа. Чем больше вы ответов делаете, тем больше у вас вариантов, что вас пригласят дальше на собеседование, и вы в итоге найдете себе клиента. Во-вторых, когда вы реально будете обсуждать этот проект с клиентом, он вам может задать вопрос, а был ли у вас там, или, например, а с кем вы работали, какой у вас опыт, был ли у вас опыт работы с такими бюджетами. Что вы можете сказать? Что опыта работы с такими бюджетами у меня не было, но я четко понимаю, как давать результат в вашем направлении. У них онлайн-школа, напоминаю. Например, вы можете подготовиться к этой вакансии, зайти в нашем обучении в раздел банк кейсов и рекламных стратегий. У меня там есть огромнейший раздел, как рекламировать онлайн-школы. Зайти посмотреть эти уроки по рекламированию онлайн-школ и просто выдавать идеи по стратегиям на собеседованиях. Те, которые вы посмотрели у нас в обучении. То есть вообще работодатель, он всегда смотрит на то, как вы общаетесь, на то, как вы ведете переговоры, на то, как вы ведете собеседование. И даже если вы не подходите под какие-то пункты, он может на это закрыть глаза. Потому что, повторяю еще раз, далеко не все отвечающие будут подпадать под эти требования. Понятно, да? Следующая вакансия, менеджер по контекстной рекламе, от 150 тысяч на руки. Когда мы видим с вами вот такие вот бюджеты, тут уже требований будет побольше. Тут уже требований будет побольше. То есть здесь явно ищут человека с опытом. Мы видим, да, тут, значит, 1-3 года, полная занятость. И вот обратите внимание, вот дальше по описанию этой вакансии, давайте прочитаем. Значит, здесь у нас кто? Мы занимаемся, мы печатаем индивидуально под заказ клиентов яркие классные рисунки на одежде. То есть это магазин, который торгует одеждой, да, с яркими принтами. Видите, тут написано e-commerce, то есть это интернет-магазин. Что нужно будет делать? Планирование и запуск введения компаний, аналитика, анализ активности конкурентов, составление и реализация гипотез. То есть, посмотрите, требования ровно такие же, как здесь. Требования к интекстологу всегда плюс-минус идентичные. Значит, сильные стороны. Опыт работы с рекламой от 3 лет, опыт ведения компании с бюджетом от миллиона, да, то есть мы здесь понимаем, что здесь уже, конечно, более опытного специалиста ищут. И обратите внимание на вот этот пункт. Готовность и умение работать с большим количеством компаний от 400+. То есть вот это интернет-магазин. Там огромная загрузка на самом деле. И если вы новичок, особенно если у вас ограниченное время, например, у вас есть всего 3-4 часа в день, то, видя это, конечно, вы уже понимаете, что, например, вам отвечать на эту вакансию нет смысла. А вот более опытные ребята, более опытные специалисты, которые готовы работать полный рабочий день с интернет-магазином и получать за это от 150 тысяч, да, почему бы и нет. То есть вот здесь вот явно я понимаю, что вот этот проект, это действительно на полную занятость. Но мы понимаем, что на полную занятость здесь и чеки совершенно другие. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. То есть всегда по описанию вакансий, в принципе, понятно, да, что там дальше от вас будет требоваться. Дальше. Следующая вакансия, значит, от 30 до 60 тысяч на руки. Здесь же, смотрите, написано, опыт работы не требуется. Возможно, временное оформление договора услуг подряда. То есть здесь у нас по самозанятости, да, самозанятые. Смотрите, фиксированный оклад 30 тысяч, бонусы за выполнение задач, график работы 5-2, работа из дома, отсутствие необходимости посещать офис, оплата два раза в месяц. Скорее всего, это какое-то агентство. Что для нас важно? Составление медиапланов, прогнозирование результатов, вы это все умеете делать. Настройка оптимизации рекламных кампаний, поиск РСЯ, мастер-компаний, вы все это умеете делать. Проведение АБ-тестов, вы все это умеете делать. Если вы дочитали вакансию до конца, оставляйте свой отклик. Значит, после отклика направим анкету и далее запишем вас на собеседование. Окей. То есть нормальная, адекватная вакансия для новичка. Потому что, притом, смотрите, еще очень многие из вас, знаете, когда видят вот эту вот строчку, график работы 5 слэш 2, очень сильно пугаются, особенно если, знаете, вы там, ну, предположим, вы работаете в найме. Значит, смотрите, во-первых, я хочу сказать следующее. Если вы живете где-нибудь в регионе и у вас средний уровень зарплаты в вашем регионе, предположим, 30 тысяч, есть тут у меня такие, ребят, напишите, пожалуйста, в чате, то для вас это вообще идеальный формат работать удаленно на какого-нибудь либо клиента, либо на агентство. Это просто идеально, потому что вы будете получать там те же 70 тысяч, да, 60-70 тысяч, работая с одним клиентом, вы будете делать эти деньги из дома, и вы будете получать на порядок больше, да, чем в среднем по вашему городу. И при этом у вас вообще никакого головняка, никаких нервов, никаких переживаний. Вы про... Это удаленный найм. Это удаленный найм. И у меня колоссальное количество учеников, которые пошли именно в эту сторону, в сторону удаленного найма. Переживаний нет, где искать клиентов, таких переживаний нет. Сидишь, спокойно работаешь, работаешь из дома. Притом важно понимать, что когда написан график работы 5-2, это не значит, что вы безвылазно сидите за компьютером. Я прям специально задавала эти вопросы своим девочкам, которые работают там в рекламных агентствах удаленно. Говорю, ну как у вас график выстроен? Рассказывают они следующее. Лен, вообще никаких проблем. Я в обед там борщ варю, йогой занимаюсь, в спортзал бегаю, в магазины хожу. Никто там за мной не следит. Вот мне ставят задачу какую-нибудь по рекламной кампании. Все, я ее просто должна выполнить к определенному времени. Если есть какие-то рабочие задачи, я все способна решить по телефону, даже если я нахожусь на улице. То есть это прям супер, супер, особенно для девочек или там мальчиков из регионов, если у вас средний уровень зарплаты в вашем городе, там 30-40 тысяч. Если вы из Москвы, это тоже хороший формат. У меня есть москвичи, которые также работают. Просто там уровень зарплаты, ну, немножко другой. Там где-то идет 120-150 тысяч. Это как бы норма. Вот, поэтому это тоже великолепный, потрясающий формат. Да, это не фриланс в полном понимании, да, фриланса. Это удаленный найм. Но для большинства из вас это очень комфортный формат работы, когда не надо отпрашиваться постоянно, когда не надо ездить куда-то по пробкам, когда ты получаешь в среднем более высокий уровень заработной платы, чем в вашем городе и работаешь удаленно из дома. Кому-то из вас это великолепно подходит. Вот если есть у меня такие, напишите, мне это подходит. Вот для вас вот эта история. Да, то есть не надо бояться вот этих графиков, график работы 5.2 это потрясающий вообще для вас формат. Но, кстати говоря, для тех из вас, кто, например, хочет первое время совмещать, вот вы сейчас где-то работаете, конечно, вам страшно брать, все бросать, да, и там пытаться найти работу на фрилансе. Вы можете отвечать на такие вакансии просто во время переговоров, во время собеседований вы прям с клиентом обсуждаете. Помните, пожалуйста, что мы все люди, мы можем словами через рот вообще-то разговаривать. И вы всегда можете говорить, что там Иван Иванович, например, да, мне очень нравится ваше агентство, я бы очень хотела у вас поработать, да, но действительно я сейчас в таком формате, на таком перепутье, да, я готова к вам перейти, но дайте мне месяц, например, там, переходного периода. Или договориться, да, что вот месяц я с вами работаю, если мы друг к другу подходим, я дальше уже увольняюсь и перехожу полностью к вам. Либо вы можете наоборот договориться вообще о своем индивидуальном расписании и сказать, что Иван Иванович, я вот готова работать, например, с восьми до часа, а потом с пяти там до девяти я на связи. И вполне возможно, что Иван Ивановичу это тоже подойдет. Понимаете, да? То есть, пожалуйста, умейте разговаривать с людьми. И не надо думать, что то, что написано, вот это недвижимое, да, это невозможно поменять. Вы всегда способны договориться о тех условиях, которые подходят вам. То есть, вы их можете согласовать. Если работодателю не подходят эти условия, он просто вам скажет, нет, извините, нам это не подходит. Ну, окей. Ваше дело спросить, если ему не подходит, ну что ж поделать, ничего страшного нет. А вдруг ему подойдет? Понимаете, да? А когда вы изначально не отвечаете на вакансии, вы полностью теряете эти возможности. Понимаем, да? Да. Итак, давайте посмотрим с вами дальше. Давайте посмотрим с вами дальше по поводу, знаете, вот сейчас у меня тут был хороший пример, когда требует что-то, чего вы не знаете. Да? Вот вы мне писали, что вы такое встречаете. Что-то требует, чего непонятно. Сейчас я попробую найти, где я такое делала скриншот. А, ну, например. Ну, предположим. Вот, предположим, да, написано, вот вакансия у нас, и в вакансии написано настройки сервиса Ягла или там, знаете, работа в Битрикс24. Бывает такое, что читая вакансии, вы видите, что нужны какие-то сервисы, о которых вы, например, не знаете. Предположим, К50, Ягла, Ройстат. А, кто из вас вот видел такое, поставьте, пожалуйста, плюсики. И вы, видя эти страшные слова, вы так, о-о-о-о, чего-то я этого не знаю, отвечать не буду. Меня это всегда, меня это очень удивляет, честно, ребят. Если бы, если бы я не разговаривала с потенциальными клиентами, если я чего-то не понимаю, что им требуется, я бы, наверное, до сих пор зарабатывала тысяч, я не знаю, шестьдесят на фрилансе и думала, что, ну, типа, это нормально. Значит, смотрите, в моей практике, если мне клиент говорил, Лен, вот мы там хотим подключить К50, умеешь? У меня ни разу в практике такого не было, чтобы я сказала, нет, я этого не умею. У меня просто такого в лексиконе нет в принципе. Такой фразы у меня ее нет. Я всегда говорила, да, все сделаем. Даже если я понятия не имею, что такое К50, что я делаю после этого? Я вам сейчас, видимо, лайфхаки какие-то страшные показываю, но это просто то, как вы должны думать, как вы должны мыслить, если вы хотите зарабатывать много денег. Предположим, вы видите вакансию. В вакансии написано там знание К50 или в вакансии написано, как в данном случае, да, умение работать с яглой. А вы без понятия, что это вообще такое. Что вы делаете? Вы идете и вбиваете ягла. Лучше всего сразу смотреть видосы. Быстрее будет. Ягла и какие-нибудь, знаете, видео. Что такое? Что-то я нажала не то. Ягла и, например, какие-нибудь видео. И вы просто изучаете, что это такое. Вот, посмотрите. Ягла, во-первых, можно почитать, что это такое. Вообще, это сервис, с которым можно делать много всего для контекстной рекламы. Очень часто ягла используется, например, для замены заголовков на лендингах. То есть ягла имеет такую возможность, что, например, если у вас контекстная реклама показывается по запросу купить лыжи, и вы, когда кликаете по этому объявлению, попадаете на лендинг, там в заголовке будет написано купить лыжи. А если у вас будет запрос, например, купить лыжи в Москве, вы кликните по этому объявлению, перейдете на лендинг, а там будет написано заголовок «Купить лыжи в Москве». То есть через Яглу можно делать такую динамическую подмену заголовка, чтобы заголовок на лендинге был релевантен к ключевому запросу и объявлению. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Так вот, вы не можете знать всех на свете сервисов, особенно если вы только начинающий специалист, вам нужно время на изучение этих сервисов. И я всегда вам рекомендую, если вы, например, видите, какое-то непонятное слово, идете в Яндекс и прям вбиваете «Ягла», ага, так, что такое «Ягла», рекламные инструменты, ага, что там они делают, и прям читаете, что такое «Ягла», что они там делают. Куда я нажала это «Ягла»? Какой-то у них странный первый экран стал. Какой-то у них странный первый экран, обсуждаемый, успешный запуск. Вот, кстати, что-то они сделали очень-очень сложный, очень сложный сайт себе. Вот по нему, кстати, вообще непонятно, чем они занимаются. Вообще похоже на блок какой-то, хотя ссылка «Ягла.ру». Все для рекламы. Ну, вы смотрите, вот они там, да, «ЛП-генератор», то есть они регистр... Можно прям даже, знаете, что? Можно прям даже проще «Ягла, что это?» Например, вот так. «Что это?» И почитать пару статей, чтобы просто познакомиться с тем, что это. Вот, например, да, это рекламная экосистема для фрилансеров, маркетологов, предпринимателей, компания разработ, бла-бла-бла. Возможности инструмента «Ягла». Давайте посмотрим, что у них здесь написано. Бесплатный, вот, я вот, я просто привыкла к этому сайту, они, видите, его немножко перенесли. Бесплатный инструмент настройки введения контекстной рекламы, таргетированной рекламы методом гиперсегментации. Вот, то есть взяли, познакомились, прочитали, что это такое, хотя бы примерно поняли, что это. И дальше, когда на собеседовании вам потенциальный работодатель задает вопрос, да, там, «Ягла» или вы вы, например, отвечаете на вакансию, а там требования, да, настройка сервиса «Ягла». Вы можете прям написать. С сервисом я вам прям даже, знаете, шпаргалочку приготовила. Вот, вы умеете работать с, и дальше с чем-то, там, К50, «Ягла», там, «Битрикс», «Ройстат», неважно. Умеете ли вы с этим работать, а вы, например, пока не работали. Не умеете. Вы говорите, пока не приходилось, но я уверена, что мне не составит труда разобраться. Дайте мне сутки, я во всем разберусь. Работает безотказно. Когда вы говорите эту фразу, работодатель понимает, что вы тот человек, который может решить любые задачи. У меня в практике было постоянно миллион каких-то задач, где я вообще не знала, как это делать. И я никогда не говорила, что «Нет, я не знаю, что это». Я всегда просто шла в интернет, разбиралась, чего это. Сейчас очень много YouTube-инструкций, всяких видосиков и прочее. Вы очень легко можете во всем этом разобраться. В этом нет никакой сложности. Каждый из вас способен это делать. Ну, просто идем и разбираемся. Просто идем и разбираемся. Никакой сложности в этом нет. И если вы скажете, что «Нет, я пока с этим не работала, или там не работал, но я уверена, что никакой сложности с этим разобраться у меня не составит». Все. Это прям, знаете, это как бальзам в уши работодателя. Они очень любят слышать такие фразы. Они знают, что вы ответственный, самостоятельный исполнитель, что если встречается какая-то задача, вы способны самостоятельно ее решить. Для любого работодателя это потрясающе ценное качество в сотруднике, что сотрудник способен самостоятельно решать какие-то задачи. Понимаете, да? Сейчас я открою ваш чат. Вы мне там много всего накидали. Сейчас посмотрим, может быть, есть какие-то вопросики. Лена, ну почему все становится понятно и очевидно, только когда вы разжуете нам? Ну, потому что я преподаватель, если это логично, слушайте. Я рассказываю, вы понимаете. Вы молодцы, что вы слушаете. Слушаете и дальше применяете. Это вообще-то есть процесс обучения, друзья мои. Было бы странно, если бы вы рождались с этим знанием, такие родились, и пошли набирать клиентов. Ну нет, конечно. После вашего вебинара я бы ответила. Ну вот, сейчас посмотрите и побежите мне клиентов закрывать. Битрикс и Руэстад не было в описании. Сказали по факту разобраться. Ну да, то есть, если чего-то не знаете, пожалуйста, не бойтесь. Всегда можно разобраться уже по факту. Есть у вас среди учеников, работающие на госслужбе, как они оформляются, или они ушли с работы? Да, ко мне приходят учиться ребята с госслужбы. Официально вы никак не устроитесь. То есть, официально вы не имеете права, будучи на госслужбе, где-то еще параллельно работать. Вы можете только, например, там кого-то из родственников кто-то может оформлять. Ну, если мы говорим про самозанятость, да, и принимать оплату на самозанятых, можете только на кого-то из родственников. Вы лично не можете это делать. Поэтому либо вот через кого-то, да, делать какие-то договора по самозанятости, либо уходить в госслужбы. Ну, конечно, никто там не бежит сразу увольняться. То есть, есть какой-то период адаптации, вы находите клиентов, начинаете работать на удаленке, и когда понимаете, что да, все, я уже способен работать на удаленке, тогда уже увольняются люди и начинают работать на фрилансе. Я на госслужбе, меня заставили отработать в контракт. Шесть месяцев еще. Думаю найти одну подработку и по договору. Ну вот, вот вам, пожалуйста, ответили. Так, все, хорошо, да, разобрались с этим. Давайте еще парочку вакансий просто посмотрим, что у нас там есть на HeadHunter интересного, да. Вот смотрите, вот эти всякие вакансии от 30 тысяч и опыта от 3 до 6 лет, они всегда меня сразу, знаете, как бы я улыбаюсь, потому что никто из специалистов 3-6 лет, там особенно, если будет написано там полная занятость, он даже не будет отвечать на эти вакансии. И вы должны понимать, что вы по факту поймете, что там от вас требуется, только когда вы поговорите с работодателем. То есть по описанию вакансии часто не очень понятно, что там вообще надо будет делать. И я вас призываю, ребята, не бойтесь вы отвечать на вакансии. Господи, если вы поговорили с клиентом, ну, с заказчиком, и поняли, что вы друг к другу не подходите, ну и ладно, дальше пошли все свои дороги. То есть вы никому ничего не должны. Но почему-то многие из вас прям боятся отвечать, а если я не подойду, а если там вдруг это полный день, а если то, а если, да вы не узнаете никогда, что там на самом деле, пока вы по факту с ним не пообщаетесь. Понимаете, да? И ваша задача, если вы реально серьезно настроены на поиск клиента, отвечать на все вакансии, которые вы видите, которые плюс-минус вам подходят. Понятно, что если вы новичок, а там вакансия требуется суперспециалист, там по 200 тысяч, да, 300 тысяч, ну, конечно, на такие нет смысла отвечать. А такие, которые плюс-минус вам подходят, отвечайте смело. И дальше уже по ходу вы будете разбираться, кто из работодателей вам подходит, кто из работодателей вам не подходит. Вы тоже выбираете. Тут важно понимать, что не вас выбирают, да, вы там такой, знаете, на паперте с протянутой рукой стоите, вы тоже выбираете. Кто-то вам подойдет, кто-то вам не подойдет. И вы тогда скажете, извините, Иван Иванович, я ваш проект не смогу взять. Это нормально. Умейте разговаривать с людьми, да, а когда вы просто не отвечаете, вы все свои возможности обрубаете сразу же. Так, ну вот, смотрите, вакансия у нас, да, от 30 тысяч на руки, опыт 3-6 лет, полная занятость. Онлайн-школа репетиторов. Вот еще одна онлайн-школа, да. Да, пожалуйста. И, кстати говоря, если мы говорим с вами про онлайн-школу, если мы говорим с вами про онлайн-школу, это тоже неполная занятость. Ну, мало у каких онлайн-школ такие проекты, что вы прям целый день сидите, да, с этой онлайн-школой. Нет, конечно. То есть 30 тысяч – это, ну, по факту за проект, просто за ведение этого клиента. Просто за ведение этого клиента. Давайте посмотрим. Вот менеджер по удаленке без опыта 40-120 тысяч. Интересный разлет. Давайте посмотрим, что это за разлет, от чего он так зависит. Банкиро. Значит, услуга банкротства, физлиц под ключ. Ну, вот это, видите, это конечный клиент. Вот вам пример. Это конечный клиент, это не агентство, да, это конечный клиент, который ищет себе директолога. Чем заниматься? Создание и ведение рекламных кампаний, составление объявлений, планирование управления, оценка эффективности, поиск точек роста, настройка пикселей аудитории, разработка простых конвекторов, одноэкранники, посадочные страницы, квизы. Ну, вот смотрите, например, да, вот тут разработка квизов посадочных страниц. Это непрямая обязанность специалиста по рекламе, скажем прямо, это как бы смежное направление. То есть, если вы, например, проходили обучение по тильде, вы умеете это делать, но это дополнительное направление, которое является смежным с экспертом по рекламе. И на самом деле я вам скажу, что если вы делаете лендинги, это оплачивается отдельно. это дополнительная услуга, которая не входит в стоимость работы по настройке рекламы. Если ваш клиент хочет от вас лендинг, вы за это говорите, что это будет стоить там плюс 10, плюс 15 тысяч. Понятно, да, ребят? То есть, это не входит в настройку рекламы. Контроль ключевых показателей, что ожидаем? Наличие результатов, опыт работы в нише BFL. Ну, вот видите, опыт работы будет преимуществом, но если у вас нет этого опыта, вы тоже совершенно спокойно можете отвечать на эту вакансию. Полностью удаленный формат работы с удобным графиком мы не контролируем, во сколько ты начинаешь рабочий день, важнее твой результат. Видите, какой прекрасный клиент, да? Сразу как бы хочется с ним поработать. Работа в команде, работа с белой нишей, возможность прокачаться в карьерном плане и профессиональном. Так, так, так. После отклика пришлем небольшую анкету, обязательно ее заполни. После этого будет встреча. Нормальная, адекватная вакансия. Вообще, каждый из вас может на нее ответить, и если вы пройдете вот это вот анкетирование и собеседование, может быть прекрасный, хороший для вас проект. Почему нет? Давайте еще что-нибудь посмотрим. Так, e-commerce это мы смотрели. Мультимедийное оборудование. Давайте куда-нибудь вниз спустимся. Контекстолог. 51-66 тысяч. Вот прям интересно. Воронеж. Давайте посмотрим, что у нас там за рекламодатель из Воронежа. Так, я HR-компании Джамиля. Постараюсь так дальше. Агентство медицин... О, медицинский маркетинг. Номер один в России. Я работала в медицине. Прямо интересная штука. Сейчас Алла тоже, видимо, такая напряглась, потому что Алла тоже у нас любит на медицине работать. Так, наш коллектив за честность. Бла-бла-бла. Обычно их работы запускают, настраивают эффективную рекламу Яндекс Директ, улучшают запущенные рекламные кампании, разрабатывают, внедряют стратегии. Тебя ждет насыщенная работа с погружением в команду и проекты. Совмещать с другой работой не получится. Вот смотрите. Вот здесь вот явно написано, что человек ищет прям на полный фулл-тайм. Видите, взаимодействие только фулл-тайм. И здесь обратите внимание, вы должны четко понимать, что если для вас, ну дальше давайте прочитаем еще, удаленка, удобный, нормированный график, выбирай с 8, с 9 или с 10 часов утра, выходные праздники, стабильный оклад плюс премии, наставник в период стажировки. Это тоже важно. Особенно я, кстати, вчера, когда готовилась, я в очень многих вакансиях увидела, что дается некий наставник, который вам помогает входить в обязанности. Рост вместе с мощной командой, только трафик, только лиды, бла-бла-бла. То есть смотрите, для новичка, который задолбался ездить в офис, например, где-нибудь в своем там Сургуте с зарплатой 40 тысяч, это будет очень хорошая вакансия. То есть вы повышаете качество жизни, вы перестаете стоять в пробках, тратить по 2 часа на езду в офис, вы начинаете работать из дома, и оклад, сколько тут у нас, 51-66. Но для новичка, обратите внимание, то есть если вы из регионов, и они, возможно, кстати, специалистов-то из регионов и ищут, если вы из региона, где средняя зарплата 30-40 тысяч, вам будет окей, вам будет супер работать удаленно с таким окладом на таких условиях. Да, но обратите внимание, что это именно фулл-тайм, то есть как бы они, скорее всего, ну, захотят вас прям на полный день, да, чтобы вы занимались их проектами. Еще раз повторюсь, если вам окей, вы из регионов, и вам такой уровень зарплаты на первом этапе подходит, супер, это вакансия для вас. Если же вы ищете там проектно, и вы не готовы полный рабочий день работать за 66, вообще я вам скажу следующее, специалист с опытом от года не может работать на зарплате 66 тысяч. Это копейки. То есть когда у вас опыт от года, год, два, три, четыре, там и так далее, 66 тысяч в месяц это копейки. То есть еще раз повторюсь, вот эта вакансия, она для начинающих, плетом начинающих из регионов. Понимаете, да? Но возможно кому-то из вас это будет кайфовая вакансия. А потом через два года, когда вы эту историю уже перерастете, вы пойдете дальше на более высокие оклады. Может быть вы вырастете внутри этой компании. Тут же написано, что можно дальше двигаться по карьерной рестнице. Все может быть. То есть ваша задача начать. Ваша задача начать. И опять же, смотрите, не воспринимайте, пожалуйста, вакансии и работодателей, как вот вы там туда, значит, устроились, и вы теперь будете там работать вот вечно, бесконечно, даже если вас это не устраивает. У нас, знаете, очень силен этот паттерн от наших родителей, да, что вот они работали на одном месте 15, 20, там 30, 40 лет. И у нас это, знаете, с молоком матери просто впитывается это в наше мировосприятие. Ребят, если вы устроились куда-то, поработали, и вы поняли, что вам не подходит, вам там некомфортно, там или еще какие-то причины, вы можете поменять работу. Да, если, например, вы устроились, начали работать на 50 тысяч, вы поняли, что нет, вот я уже набрался опыта, 50 тысяч мне мало, а повышения не дают. Вы идете дальше, переходите там в следующую, уже ищите следующего работодателя, либо берете, например, второго клиента себе параллельно. И вообще я вам скажу по своей практике. У меня было в работе три параллельных клиента, три параллельно клиента, которые изначально хотели меня на фулл-тайм. Они изначально меня хотели на фулл-тайм, я начинала с ними работать как фулл-тайм специалист. А потом в процессе, когда я уже с ними там поработала, уже у меня появилось довольно много свободного времени. И я понимаю, что мне тут сидеть на фулл-тайме, когда я могу еще взять параллельно второго, третьего клиента. Все. И я же не говорила первому клиенту, что ты знаешь, дружище, я возьму еще кого-нибудь. Нет, никто там не знал. Я выполняю свои задачи? Выполняю. А то, что у меня еще есть второй, третий клиент введение, им знать, это вообще необязательно. Понимаете, да? То есть это все уже в процессе, я сама уже решала, как мне инвестировать свое время. Я понимаю, что у меня есть время, я готова взять второго, третьего, четвертого клиента, пожалуйста. И вы тоже это можете делать. То есть то, что вы идете куда-то на фулл-тайм, это не значит, что вы теперь все, вечно там будете работать за 50 тысяч. Но я еще раз хочу сказать, чтобы вы вынесли одну важную мысль после этого зума. Что ваша задача отвечать на все вакансии. Дальше вы уже выбираете, к какому вы работодателю пойдете, когда вы сошлись на условиях. И дальше, когда вы начинаете работать, вы в процессе работы уже можете сами понимать, как свое время распределять. Вы можете взять параллельно следующего клиента. Или вы можете отказаться от этого, если вам что-то не подошло. Все в ваших руках. Но если вы не отвечаете на вакансии, потому что вам не подходит одна строчка, как вы придете к этому моменту, когда вы сами будете что-то выбирать. Спойлер никак. Понимаете, да? Посмотрите, сколько вакансий, сколько возможностей перед вами. Пользуйтесь ими. Пользуйтесь ими по максимуму. И сейчас, обратите внимание, я рассматриваю всего лишь первый шаг. вакансий, да? На эти вакансии дальше надо как-то ответить, чтобы вас заметили. Потом надо как-то пройти эту воронку до собеседования, пообщаться с ними, да, чтобы вас заметили. Потом пройти это собеседование. Кто из вас у меня зарегистрировался на мой бесплатный курс, ребята? Кто у меня проходит мой бесплатный курс, который сейчас идет? Завтра у меня вебинар, напоминаю вам, обязательно не пропустите. Это закрытый вебинар только для участников бесплатного курса, где я как раз-таки буду рассказывать, какие вопросы задавать на собеседованиях, чтобы вести инициативу, чтобы выглядеть как крутой эксперт, даже если у вас не особо много опыта. Потому что многие из вас воспринимают общение с заказчиками, как вот я сел, а так обычно собеседование и проходит. Я когда отправляю вакансию, вызываю людей на собеседование, да? И знаете, все собеседования как выглядят? Человек сидит и ждет, когда я буду задавать вопросы. Как вы считаете, хоть один человек мне хоть один вопрос задал? Напишите в чате. Как вы считаете? Хоть на одном собеседовании хоть один человек, исполнитель потенциальный, задал мне хоть один вопрос? Нет. Правильно, Галя. Нет. Хотя, если бы пришел какой-нибудь, я не знаю, я, предположим, ищу таргетолога. Да, я ищу таргетолога. Если бы сел напротив меня таргетолог и начал спрашивать, Елена, ну рассказывайте, каких результатов хотите получить? Ага, цена лида такая-то. Так, какие у вас рекламные бюджеты? Хорошо. А кто ваша целевая аудитория? На кого будете таргетироваться? Ага, все, я записала. Замечательно. Знаете, какие типы таргетинга можем использовать? Такие-то, такие-то, такие-то. Понимаете, да? То есть, когда исполнитель мне задает вопросы как работодателю, я начинаю думать, это психология, что умный парень там напротив меня или умная девчонка там напротив меня. Она мне задает вопросы, я на них отвечаю, и вопросы должны быть такие умные, адекватные. Вот завтра на закрытом вебинаре я буду рассказывать, как такую инициативу удерживать, какие вопросы задавать, чтобы выглядеть прям реально как профи. И когда вы умеете задавать эти вопросы, вы, во-первых, не будете сидеть как на допросе, да, и переживать. Вот сейчас мне зададут вопрос, а я не знаю, как на него ответить, и вот это вот все, да. Вы просто придете, зададите вопросы, и, скорее всего, у вас выберут, потому что человек запоминает того, с кем он ведет диалог, да. Если я, например, поговорю с пятью фрилансерами, и пять фрилансеров, я им всем задаю свои однотипные вопросы. Да они для меня все пять одинаковые, плюс-минус будут. А если хоть один из них, из этих пяти, начнет мне навстречку задавать какие-то вопросы, я его точно запомню. Понимаете, да? Поэтому ваша задача уметь вести, правильно, вести переговоры. Ирина, вы правильно пишете? Если вы хотите быть успешными на фрилансе, вам надо уметь вести переписки, вам надо уметь вести переговоры, вам надо уметь удерживать инициативу. Это все ваши задачи, если вы хотите зарабатывать нормальные деньги. Если вы считаете, что собеседование это вот так вот сесть и поотвечать на вопросы, как в школе, это не собеседование, ребят. Ну, хотя 90% собеседований так и проходит. Поэтому завтра, пожалуйста, приходите ко мне на закрытый вебинар, я буду там все рассказывать, какие вопросы мы задаем. Вот это все у нас будет на вебинаре, поэтому приходите. Если вы вдруг у меня еще не проходили бесплатный курс, тоже обязательно проходите. Очень интересно, очень новый формат для меня. Новый формат для меня. У меня уроки записаны в другом видеоформате, там другая передача смыслов, короткие уроки, там по 20 минут каждый из вас может пройти. Я прям очень довольна тем курсом, который у меня получился, и очень классные отзывы по нему. Вот кто из вас тут присутствует, кто его проходил, дайте обратную связь. Очень крутой продукт получился, и вот завтра как раз для участников бесплатного курса будет закрытый эфир. Елена, проходили этот блок на обучение, спасибо. Ну, конечно, все мои ученики, да. Все мои ученики видят этот блок, знают, его проходят, но его очень важно тренировать, практиковать. Потому что умение вести переговоры, опять же, то, что вы прочитали информацию, это одно, ее надо прям отрабатывать на практике. И я почему вам говорю, ходите на собеседование, относитесь к этому, как, знаете, к наработке практики. Во-первых, снисьте значимость собеседований. Ну, типа, знаете, вот многие из вас, о боже, а если я пойду, а у меня ничего не получится, а если мне откажут, если меня не выберут, и вот это, знаете, прям целая трагедия, драма у вас в голове разыгрывается. Прямо, знаете, сериалы можно снимать, что у вас там происходит в голове. Снисьте вот уровень драмы. Относитесь к этому просто как так. Я сейчас пойду, отработаю навык введения переговоров. Так, мне там Лена дала чек-лист. Пять вопросов. Супер. Сейчас попробуем все пять вопросов задать. Посмотрим, как отреагируют. Просто смотрите на это, знаете, немножко со стороны. И окей, там первое прошли собеседование, поняли. Ну, что-то не очень получилось. Следующее, следующее получится получше. И вот так вот отрабатываем. То есть, когда вы снижаете вот этот уровень важности, у вас собеседования будут сильно лучше проходить. И вы будете параллельно еще отрабатывать вот это вот, вот это вот умение вести переговоры. Синдром самозванца. Слушайте, он у вас всегда будет. Он всегда у вас будет. Думаете, у меня его нет? Хотя я вроде бы 17 лет работаю с рекламой. Ну, я тоже, знаете, могу какие-то вещи там, типа, ну, нифига себе, а я вот этого не знаю. Понимаете? То есть, это то, что с вами будет всегда. Это то, что у всех, понимаете, нет ни одного человека на земле, который, знаете, считает, это только бог, который вот знает все на свете. Поэтому каждый, у каждого из нас есть какие-то зоны незнания. Это нормально. Никто из нас не может знать все на свете. вы должны просто к этому адекватно относиться. Я просмотрела два урока, сегодня третий изучу. Действительно интересная подача. Вы, Елена, так вкусно даете материал, что не заинтересоваться этим направлением просто невозможно. Ну, да, да. Я люблю свою профессию, обожаю ее, поэтому это, видимо, и передается через экраны. Спасибо, завтра обязательно приду. Обязательно приходите, да. Значит, смотрите, значит, смотрите, еще хотела хотела рассмотреть несколько вопросов, которые могут задавать на собеседовании. Вообще, на самом деле, на собеседованиях много вопросов могут задавать. У меня в обучении есть прям целые шпаргалки, шаблоны, как отвечать на часто задаваемые вопросы. Но есть вопросы, которые прям вводят в ступор. Вводят в ступор. Вот мы недавно обсуждали, у меня есть ученица, которая у меня на наставничестве. Я вот ей как раз помогаю проходить собеседование, мы обсуждаем, какие вопросы ей задавали, как она ответила. То есть мы прям с ней работали в этом плане, и она уже закрыла своего первого клиента. И вот тоже один из этих вопросов тоже она мне задавала. Значит, вопрос, почему ушли с прошлой работы? Да, почему перестали работать с прошлым проектом? Кто из вас сталкивался с такими вопросами? Поставьте плюсики в чате. Это любят задавать рекламодатели, ну да, потенциальные ваши клиенты, любят задавать такой вопрос, чтобы услышать, как вы на это отреагируете. И на самом деле, ребят, успешность прохождения собеседования зависит от того, на самом деле все работодатели задают примерно плюс-минус одни и те же вопросы. Ваша задача просто отрепетировать их, просто их отрепетировать и дальше отвечать примерно плюс-минус одинаково по факту. Вот на этот вопрос, почему вы ушли с прошлой работы, можно отвечать по-разному, и по-разному будет правильно. Можно, например, ответить, вот вам шпаргалка, можете делать скриншоты. Я очень ценю прошлую компанию, с удовольствием проработала с ней полтора года или прошлый проект. Однако поняла, что я там достигла максимума, мне требуется рост, новый проект, обожаю новые задачи и люблю по этим новым задачам находить максимально продуктивные решения. Просто это, знаете, просто как колокольчик звенит на ушко работодателю, он будет просто эти трели слушать бесконечно, что вы хотите расти, что хотите новую задачу и давать максимальные результаты. Просто они обожают эти ответы. Либо вы можете дать другие ответы, предположим, что вы могли уйти по разным причинам, например, вот мой ответ из моей реальной практики. Почему, предположим, я прекратила работать с моим клиентом, который занимался медицинским туризмом? Простая задача, началась пандемия, простой ответ, началась пандемия и это направление закрылось. То есть вы тоже можете также отвечать, у вас могут быть объективные причины, например, началось там СВО, смена руководства или там я работала с сезонным проектом, сезонность как бы, да, у нас был не сезон, и соответственно, я с этим проектом сейчас на данный момент, он у меня на паузе. То есть вы можете давать разные причины, но желательно, конечно, заранее подготовить это, чтобы это выглядело, ну, как бы, адекватной причиной. Бывает такое, слушайте, что, ну, не получилось дать результат. Ну, бывает такое, такое бывает с каждым специалистом, что вы работали с проектом и там не получилось дать результат. Такое, ребят, тоже бывает. И тут можно вообще не говорить об этом, то есть тут уже на ваш выбор. Можно вообще, в принципе, не говорить про проекты, где вы не смогли дать результат. Либо, честно сказать, там, на том проекте не получилось дать результат по таким-то, по таким-то, по таким-то причинам. То есть тут важно назвать именно, почему не получилось дать результат. Дать описание, да, вашему текущему собеседователю, да, прямо Рассказать, почему не получилось дать результат и почему в итоге вы решили расстаться. Но это такой тонкий момент, да, лучше все-таки, я склонна к тому, чтобы не обсуждать какие-то негативные проекты, где у вас что-то не получилось, а лучше концентрироваться на каких-то положительных моментах. Понятно, да? Очень часто задают вопросы, расскажите о трех сильных, трех слабых в ваших странах. Это очень частые вопросы. Вообще, ребят, на самом деле, умейте пользоваться поиском. Ну вот прям вбивайте в поиск Яндекса или Гугла. Какие сильные и слабые стороны называть на собеседованиях? Вообще тривиальные вопросы, реально. И сильные там, например, пунктуальность, внимательность к деталям, стараюсь делать близко к идеалу, прекрасно работаю в команде, люблю обучаться. Слабые. Люблю сладкое, пропускаю тренировки. Чрезмерная самокритичность. То есть понятно, что вы в слабых сторонах, вы не должны называть какие-то, да, там, типа, я не могу фокусироваться на одной задаче больше, чем один час. Ну, конечно, вам это нельзя говорить. То есть вам надо назвать какие-то, знаете, нейтральные, совершенно слабые стороны. И я вам скажу, что этот вопрос очень часто задается. Очень часто задается. Подготовьтесь, пожалуйста, к этим вопросам. На самом деле, если вы подготовитесь к собеседованию, это 90% успеха. 90% успеха. Понимаете, да? Если вы новичок, если вы новичок без опыта, и вам говорят на собеседовании, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте, о ваших проектах. Значит, смотрите. Те из вас, кто у меня учатся или учились у меня, или будут учиться у меня. Я, начиная с этого потока, который я сейчас набираю, я меняю структуру обучения. Вот как раз для этой истории. Потому что я раньше давала клиентов на стажировку. Те из вас, кто у меня уже проходили обучение, вы знаете, что я всегда давала клиентов на стажировку. Но с этими стажировочными клиентами была проблема. То есть когда человек оставлял заявку на работу с нашим учеником, очень часто эти клиенты не обладают какими-то большими рекламными бюджетами. Ну, это понятно, да? Если человек оставляет заявку на работу с бесплатным стажером, скорее всего, у него не так-то много денег. Мы это понимаем. И что в итоге получалось? Получалось, что ученик берет клиента, вот этого стажировочного, бесплатного, разрабатывает ему стратегию, дает какие-то рекомендации по сайту. Ученик начинает считать рекламные бюджеты. И, например, для продвижения вашего проекта вам требуется, предположим, 15 тысяч в месяц. А клиент такой, о, у меня нет 15 тысяч, у меня только 2. Понимаем, да? И получается, что у него только 2 с 2 тысячами в Яндексе делать нечего. И по факту вроде стажировочный клиент есть, а кейса нормального не получается с ним сделать. И я вот постоянно думала, как эту проблему решить. То есть для меня прям реально это была задача, как дать моим ученикам реальные боевые кейсы, чтобы они вот приходили на собеседование и с гордостью показывали, вот, мои кейсы. Я прям вот хотела вот эту задачу решить. И я наконец-то придумала, как решить эту задачу. Начиная с 20-го потока, что будет происходить? Второй этап обучения. Первый этап – это когда вы учитесь работать с Яндексом. Второй этап будет стажировка на аккаунте моей школы. Внимание! С обязательной откруткой от 20 тысяч рекламного бюджета. То есть прям все ученики будут, которые подходят к стажировке, вместе со мной разрабатывать стратегию для учебного проекта, для моего проекта. Вместе со мной готовить креативы. Вместе со мной заливать это все в учебный аккаунт. Дальше мы будем три недели отслеживать статистику, учиться читать отчеты, учиться оптимизировать рекламу. Это все будет происходить вместе со мной. Мы на этом этапе будем встречаться два раза в неделю. То есть вначале ставим задачу, в конце недели проверяем, что у нас получилось, какую мы статистику собрали, как эту статистику правильно читать, анализировать и оптимизировать дальше рекламу. В итоге, пройдя вот этот месяц стажировки на моем аккаунте, ученик каждый получает боевой кейс с откруткой минимум 20 тысяч рекламного бюджета. То есть если вы проходите обучение, у вас по факту уже есть боевые кейсы. И когда вам задают на собеседовании вопрос «Расскажите о вашем опыте», вы совершенно спокойно говорите. Я работала с двумя проектами. У вас один проект – это ваш учебный, на котором вы учились настраивать Яндекс, но, скорее всего, вы его не запустите, потому что это как бы учебный проект, но вы прошли все этапы настройки. А второй проект – это будет именно стажировочный проект. И вы будете прямо рассказывать. Я работала с двумя проектами. Первый, например, рекламная кампания для домов и сруба. Второй проект – онлайн-школа. По первому проекту прошли все этапы настройки, сделали то-то, 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 проект готовится к запуску. По второму проекту мы получили такие-то результаты. То есть у вас будет что показывать. Вы не будете рассказывать, что вы специалист без опыта. Вы уже будете полностью упакованы к тому, чтобы брать платные заказы. Вам будет что показать. У вас там уже сертификаты от Яндекса. Да, и у вас уже рабочие боевые кейсы. То есть у вас вообще не должно быть страха, что я новичок без опыта там и прочее. Понимаете, да? То есть вы со всех сторон упакованы. Просто важно, чтобы вы четко понимали, как отвечать на вопросы. И когда вам задают вопрос, вот вы, например, после моего обучения вышли, вам задают вопрос, расскажите о вашем прошлом опыте. И вы говорите, у меня нет опыта. Ну, кто так вообще отвечает? Нет, вы говорите, я работала с двумя проектами. Дальше описываете ваши учебные проекты. Все. Понимаем, да? То есть вот эта часть вопросов. Понятно, что вопросов может быть больше, но, конечно, в рамках одного эфира мы все это с вами не рассмотрим. Завтра приходите на эфир, буду давать вам вопросы, которые вы уже задаете вашему потенциальному клиенту. Так, давайте посмотрю на ваши вопросики. Сейчас, если есть какие-то вопросы, ребят, задавайте в чате, если есть какие-то вопросы по сегодняшнему контенту. Я проходила несколько собеседований, везде эти вопросы задают. На самом деле, я вам открою великую тайну. Бизнесмены учатся. Бизнесмены учатся равно, как и вы учитесь. Фрилансу бизнесмены учатся бизнесу. Я тоже учусь, как выстраивать свой бизнес. Я прохожу разные обучения. Так вот, значит, бизнесменов учат тоже проводить собеседование. То есть проводить собеседование тоже надо уметь. Понимаем, да? Не каждый умеет проводить собеседование, не каждый рождается с этим навыком. Так вот, когда вас учат проводить собеседование, вам дают шпаргалки, какие вопросы задавать. И есть шпаргалки, какие вопросы задавать эксперту по рекламе, есть шпаргалки, какие вопросы задавать, там, я не знаю, ропом, мопом, неважно кому. Есть общие вопросы, есть более специализированные вопросы. Поэтому, ребят, когда вы проводите собеседование, у вас часто будут встречаться одни и те же вопросы, потому что бизнесмены, они тоже обучаются на шпаргалках. Понимаете, да? Поэтому велика вероятность, что вы будете слышать одни и те же вопросы. И ваша задача просто понимать, как на эти вопросы реагировать. Вы даже просто первые собеседования просто пройдите ради интереса, просто чтобы послушать эти вопросы. Вы на первые свои собеседования не ставьте задачу 100% устроиться на работу, и если я не устроюсь, все, мир рухнул. Поставьте на первые собеседования себе задачу, я пойду послушаю вопросы, чтобы к последующим собеседованиям просто подготовиться на 100%. Понимаете? Это разные задачи. Так. А с 19 потока так можно сразу? Конечно, прошлые ученики сейчас начнут прибегать с вопросом, а можно ли так? Ребят, все прошлые ученики, вы сможете купить новый поток за полцены. И вы получите те плюшки все следующего потока. Я вам скажу по секрету. Завтра я буду открывать продажи на вебинаре, и я там приготовила такие плюшки, от которых вы будете просто в шоке. Я сама, я сейчас готовила перед вами презентажку к завтрашнему вебинару, и после вас буду ее продолжать готовить. Я готовлю плюшки такие, которых раньше вообще не было. Я буду добавлять материалы от школ партнеров. Вы обалдеете, когда услышите про эти материалы. Те из вас, кто покупали годовую программу, вы получите письмо счастья. Те из вас, кто в годовой программе, вы получите возможность стажировки на моем аккаунте, плюс будут дополнительные партнерские материалы. Те из вас, кто учился у меня и не в годовой, вы сможете купить обучение за полцены и получить все эти плюшки следующего потока. Вижу, 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 вижу ваше сообщение. Так что приходите на вебинар завтра, послушайте, что ждет следующие потоки, и вот вы все это сможете получить за полцены. Опять же, те, кто будут на вебинаре, вы знаете, что на вебинарах я всегда даю лучшие цены. Те, кто приходит, проходит через марафоны, через бесплатные курсы, вы получаете лучшие цены от меня, поэтому завтра будет открытие продаж, и вот завтра будет возможность на этом вебинаре взять вот себе прям лучший пакет, лучшие бонусы и лучшие условия по цене. Потому что те бонусы, которые я буду анонсировать завтра, это идет продажа только с вебинара, только с вебинара. Больше нигде я открыто как бы это не буду продавать, только с вебинара. У меня годовая, плюс полугодовая. Если у вас годовая, Юрий, то вы получите письмо, если у вас годовая программа, у вас будет возможность подключиться к стажировке с 20 потоком. Они подойдут к стажировке где-то это будет ноябрь, потому что у нас поток начинается в октябре, вот у них месяц обучения Яндексу, и дальше через месяц начинается стажировка на моем аккаунте. То есть вы сможете присоединиться вместе с ними. Вот, у кого годовой нет, те смогут взять за фулк цены. Понятно, да, ребят? Так, ну что, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Как вам сегодняшний контент? Насколько вам было полезно послушать про вакансии? Возможно, у вас случились какие-нибудь инсайты. Может быть, вы сейчас побежите резко отвечать на вакансии, послушав меня. Я вдруг вас вдохновила на эти свершения. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. У вас стажировочный клиент у 19 потока остается или? Конечно, остается. Лидия никуда не девается, конечно. Так, супер. Елена, вы, как всегда, даете много ценного и полезного. Спасибо большое. Лена, я не перестаю удивляться и восхищаться тобой. Алла, спасибо. Алла, я каждый раз удивляюсь. Вот ты все ходишь, ходишь, ходишь ко мне. Я думаю, Алла, ну уже все знаешь. Алла, все уже знаешь. Что еще можно тут у меня узнавать? Лена, вот каждый раз все равно что-то новое, что не доходило тогда, доходит сейчас. Что, как бы, тогда, может быть, как-то внутренне отталкивалось. Сейчас оно лучше ложится. Ну и вообще, люблю я тебя. Ну уже все равно сколько лет, как бы, оно же вместе, оно же близко. Это же, ну уже сроднились. Ну что тут? Ну вот так. Супер. Спасибо большое. Для меня очень ценно, когда такие просто фанаты твоего контента, то, что я рассказываю, это очень здорово. Мне очень приятно, что вы меня слушаете, смотрите. Алла, спасибо тебе большое. Ты прям мне вот бальзам на мою душу. Спасибо большое. Ну, Леночка, это не лезь. Это вот действительно правда. Потому что, как бы, у меня, ну ты знаешь, у меня много было обучений. Ну вот, вот у меня ты и Мурадова, как бы, вот так вот. Потому что это вот из меня сделали человека. Так что, я тебя очень люблю. Алла, расскажи, слушай, мы давно не общались. Какой у тебя сейчас вообще результат на фрилансе? Что у тебя происходит в жизни? Ну, вообще, три клиники, как бы, веду. Так, не напрягаясь. Вот, вот, по это. Ну, думаю, сейчас четвертую взять. Ну, в санаторий съезжу, отдохну потом. Вот. Ну, а еще грибуш, вот это курс по фигме. Вот, потому что собираюсь, ну, именно не дизайном. Дизайнер с меня никакой. Вот, спасибо Наталье. Ну, как бы, ну, мне надо прототипирование, потому что я смысловик. Вот, вот, как раз вот ресерчи, ну, вот, после Сургаевского, это ресерчи, вот, создание сайта, именно, вот, смысловое, вот, вытягивание. И это надо как-то подавать. Вот, потому что, сколько вот с рекламой работаю, смотрю сайты, московские сайты с клиник приходят, миллион двести цена. Ну, такое гэ, просто слов нет. Ну, поэтому как-то вот, я понимаю, что я могу сделать, ну, как, ну, не понимаю, как. Как это подать, как это предоставить. Вот, сейчас, как бы, вот, с фигмой я вот это вот дельце еще обтяпаю. Ну, фактически я уже стала маркетологом. То есть ты сейчас ведешь три клиники, да? Как хотела в медицину изначально, все так и получилось. Да, да, да. Ну, причем еще, как бы, вот, последняя в Питере, патология, ну, там я вообще, вот, получается, их с нуля поднимаю. Мне же само это интересно, вот, полностью с нуля. Ну, вот, дошли до пятисот тысяч в месяц. Ну, именно, вот, прибыль вот у них была в тот, это вот в том месяце пятьсот тысяч. А до меня они уже закрывались, уже вот последнее было это. Ну, я им сама сайт прототипировала, там, как бы, вот, все, 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 вот. То есть ты им делала сайт и настраивала им рекламу? Сайт не я делала, я делала прототипы всех страниц, короче, разрабатывала полностью вот это вся внутренняя, вот, отдали делать там ребятам, вот. Ну, мне, конечно, не очень нравится сам дизайн, но главное, что смысловые, как бы, они сделали хорошо и сотрудничество, как бы, быстро, что мне надо переделать, что быстро это все делаю. Ну, вот, и вот как-то, вот, как-то, вот, ну, поднялись, и теперь шеф еще думает, ну, как я его шефом называю, вот, что это даже франшизу продавать, что это как, как, вот, это опыт, даже не знаю, чем закончится. Ну, я помню, что вот когда там, год, когда ты ко мне приходила? 21-й, 21-й. 21-й год, у тебя была проблема, что много обучений, а, как бы, толку нету, вот сейчас ты включила эту проблему, все, теперь ты, как бы, стабильно, спокойно работаешь, довольна? Стабильно, спокойно работаю, но обучение не заканчивается, меня, сносят меня, знаешь, я вечный студент, но это, видимо, комплекс, когда все учились, я рожала, семья, дети, а теперь, когда у меня уже это не надо, я учусь, я просто наслаждаюсь. Ну, правильно, не, учиться надо всегда, учебу никогда не надо заканчивать, потому что обучение ведет нас к росту и дохода, и не только дохода, поэтому ты большая молодец, важно, что сейчас у тебя стабильное, вот, именно, положение, да, в плане работы, что ты довольна тем, чем занимаешься и что получаешь классные результаты. Ну, еще, Леночка, я тебе еще, знаешь, что за что благодарна? Вот за вот этот вот, за возможности этого, какого, продления, что год с Еленой, вот, как бы ни училась, как бы, сколько это, но у меня все время такое, вот, если я знаю, как это, вот, если, вот, если что-то, я туда тебе влезу, вот это, я там посмотрю, я там, вот, поэтому, конечно, это вот поддерживает морально, вот, ну, как вот, спокойствие какое-то дает, вот, что, если я что-то забыла, потому что, ну, все равно, все же не удерживаю, что можно залезть и посмотреть, там, новые уроки, какие-то обновления, это, вот, конечно, вообще супер идея, это супер идея. Спасибо, спасибо за обратную связь, это очень ценно, особенно, очень мне интересно послушать про успехи учеников, которые закончили, там, обучение, да, продолжительное время назад, очень здорово. А 16 поток годовой срок можно на стажировку? Татьяна, если у вас годовая программа, то вы к стажировке, у вас будет доступ, то есть те, кто покупали годовую программу, вы все имеете доступ к стажировке, вот, те, кто годовую не покупали, еще раз повторяю, вы сможете взять за полцены 20 поток и принять участие в этой стажировке с 20 потоком. Ну, что, друзья мои, вижу вашу обратную связь, спасибо вам большое, для меня это очень ценно, я вижу, что тема прохождения собеседования прям горячая тема, и скажу вам по секретику, что я планирую в ближайшее время запуск реалити, где я на протяжении месяца буду помогать одному из избранных, возьму какого-нибудь ученика, ну, через заполнение анкеты, то есть у меня, я об этом сделаю рассылку, через заполнение анкеты возьму специально прям новичка, значит, возьму новичка, и с моей помощью мы в режиме реалити, то есть вы будете видеть каждый шаг, все наши там, все наши планерки со мной, какие шаги надо, я буду говорить, что надо сделать, как отвечать на вакансии, мы будем прям делать разборы вместе с этим учеником, то есть вы будете видеть прям каждый этап, я прям в формате реалити, моя будет задача минимум, чтобы мы нашли двух клиентов, каждый там, например, по 30 тысяч, то есть задача выйти на доход 60 тысяч, это будет новичок, и с моей помощью мы это будем делать, а вы будете как зритель наблюдать каждый пункт, каждый шаг, как это будет происходить, и в итоге в рамках этого реалити вы, во-первых, поймете, как это делается, да, как отвечаются там на вакансии, как я буду делать эти разборы вместе с ним, как он будет проходить собеседование, или она, да, как она будет проходить собеседование, мы будем разбирать ошибки, ответы на вопросы и прочее, 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 то есть вот у меня такая идея зреет, это одна из идей, а вторая идея тоже очень интересная, мне кажется, но она у меня пока в проекте, вот хочу послушать вашу обратку, я думаю, значит, выдать себя за начинающего специалиста и самостоятельно попытаться, значит, как новичок, поотвечать на вакансии, просто посмотреть, какие сейчас есть воронки, например, на HeadHunter, потому что я слышала, что там вас ведут, могут ввести на анкеты, могут ввести в телеграм-каналы, там всевозможные тестовые задания и прочее, 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 то есть вот просто как новичок пройти все эти шаги и показать вам, где что-то может быть адекватно в этих воронках, где вам дают какие-нибудь неправильные тестовые задания, неадекватные, то есть прям пройти вот путь новичка и показать его изнутри с моей точки зрения, мне кажется, что это тоже очень интересная история, вот, так что я сейчас пока вот рассматриваю такие два проекта. Елена, вы очень крутая, ваш поток впечатляет, спасибо большое. Так, так, так. Семнадцатый поток, как можно получить эту стажировку? У меня был стажировочный клиент, все настроил, но не запустили, клиент ушел на переделку сайта. Ну да, это такая проблема стажировочных, что денег нет или сайты корявые там или еще что-то. Ирина, еще раз повторяю, что все ученики прошлых потоков смогут купить участие в двадцатом потоке за полцены, то есть участие в стажировке тоже туда включено, все туда включено. Еще раз повторяю, что продажи будут на завтрашнем вебинаре, это закрытый вебинар, туда попадут только участники бесплатного курса, так что я надеюсь, что вы на бесплатный курс уже зарегистрировались, посмотрели первые три урока, и завтра приходите обязательно на закрытый вебинар, где я буду как раз-таки открывать продажи вот этого двадцатого потока, ну и, конечно, давать вам полезную информацию, куда же без этого, не только продажи же единые. Буду давать и полезную информацию, то есть будем с вами рассматривать вот эти вот вопросы, которые нужно задавать на собеседованиях, чтобы удерживать инициативу. В какое время вебинар? В двенадцать по Москве. В двенадцать по Москве. Так что просыпайтесь с кофеечком и ко мне на вебинар. Быстренько отстреляемся, и потом можете отдыхать. Ну что, все, друзья мои, на сегодня я тогда заканчиваю, рада была каждого из вас видеть. Пожалуйста, используйте всю информацию, которую сегодня получили, смело отвечайте на вакансии, все в ваших руках, вакансий куча. Ваша задача не бояться, а смело отвечать и выбирать свой проект. Ваша задача найти всего-то двух-трех клиентов, и все. Два-три клиента и уже дадут вам хороший доход. Все, друзья, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok